Региональным знаком качества отметили молодежный центр «Звездный» в Зижинском районе Новосибирска. Подопечные центра участвуют в волонтерских движениях и крупных городских проектах. Организовывают фестивали, концерты, квартирники. Подробности знает Татьяна Кияева. Занятия по игре на гитаре, танцевальный зал, театр-студия, школа ведущих и студия звукозаписи. В молодежном центре «Звездный» юноши и девушки могут развивать самые разные таланты. Три структурных подразделения, каждый из которых имеет свои специфики, разную деятельность. У нас на Толбухино есть подразделение, там больше молодые семьи и подростковое пространство. На авиастроители – это клуб юных техников, это авиамоделирование, судомоделирование. А здесь, на Кашурниково-20, у нас больше сосредоточено именно на подростках и молодежи. Не сложно работать с подростками? Нет, на самом деле, мне кажется, с ними намного легче работать, чем, наверное, со взрослыми, мне кажется. Они очень такие гибкие, очень податливые, всегда готовы прийти на помощь. В молодежном центре занимаются бойцы трудовых отрядов, подростки от 14 до 18 лет. Их учат оказывать социальную помощь, проводить массовые мероприятия, например, свечу памяти или День Победы. Все проекты обсуждают в штабе, который отремонтировали на собственные деньги, сдав муклатуру. Мы занимаемся благотворительностью, помогаем всяким пожилым людям. Вот у нас есть акция «Четыре лапы», когда мы помогаем животным. Но также мы не забываем отдыхать, мы ездим на всякие слеты и так далее. Наверное, у тебя здесь много друзей даже? Очень много, почти все друзья. И что вы делаете в свободное время? Мы разговариваем, играем в игры, развлекаемся как можно. Молодежный центр «Звездные» получил региональный знак качества. Эта награда учреждена и вручается тем, кто так или иначе шагнул дальше, чем остальные. То есть кто не просто как кружки ведет вот эти направления разные, но он еще работает как методический центр. Департамент молодежной политики изменил порядок присвоения знака качества. В этом году заявки начнут принимать 1 июля. Результаты будут известны 1 ноября. Татьяна Кияева, Даниил Колпаков. Новости ОТС.